всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня на канале очень простой достаточно быстрый и потрясающе вкусный рецепт рубрики проще простого на дворе теплый не я решил готовить на улице на открытом огне на углях хотя на самом-то деле именно угли ли открытый огонь абсолютно не важны важно большая сковорода или казан чугунный как у меня большой с плоским дном что касается продуктов во первых конечно морская рыба любая какой найдете окунь сибас или дорад как у меня и какие-нибудь креветки главное чтоб сырые это обязательно все остальное не обязательно я кстати взял два вида этот лангустины сырые серые это гамбоны тоже сырые просто такая порода красный цвет кроме того купил моллюсков нужны какие-нибудь оливки я взял разных сладкий перец это сладкий мелкий просто для красоты такой взял помидоры черри чили острый перец чеснок лук у меня шалот брокколи зелень петрушка и обязательно базилик вот обязательно базилик нужен без него лучше даже не начинать да и понадобится какой-нибудь белую сухую вину немного набор продуктов примерный не заморачивайтесь конкретно этими просто идете на рынок и выбираете вот то что вам понравилось то и берете главное принцип приготовления отнюдь не набор вот этот короче у вас все получится я уверен приступим моллюски живые поэтому начать на раз заливки их водой чтобы продышались от песка избавились их можно заниматься углями все пока уголь риск очагаривается займусь подготовкой а сердцевину лучше удалить иначе кроме остроты чеснока еще и горечь будет присутствовать и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Подготовительные процедуры завершены, рыбы и креветки присолил, они как раз-таки немножечко просолятся, пока я угли высыпаю и до казана разогреваю. Дальше все будет очень быстро, так что надо подготовиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот теперь я готов. Начну я с ароматизации масла. Сюда отправляются креветочные панцири и чеснок. Этот прием позволит мощно усилить вкус креветок. Долго обжаривать не надо. Покрасили панцири. После этого еще пару минут обжариваю, и можно все удалять. И чеснок тоже. Масло пропитано ароматом креветок и чеснока. Можно их жарить. Готовятся они очень быстро, но очень важно не обжаривать их до готовности. У сырых креветок мясо такое слегка полупрозрачное, что ли. При обжаривании по мере приготовления оно белеет. Вот ровно в тот момент, когда оно побелело, они приготовились. До этого момента доводить не надо. Надо поймать тот момент, когда они еще не успели приготовиться. Вот слегка обжарились. И тут же удаляем. Доходить до кондиции они будут уже в соусе. А теперь время рыбы. С ней та же история. Не надо обжаривать рыбу до готовности. Огонь ниже среднего. Нижняя сторона слегка прижарится. Верхняя будет доходить в ароматном пару. Лук и перец сюда. Вот этот мелкий, это обычный сладкий перец. Просто сорт такой. Я его просто для красивой картинки купил. Можно обычный крупный взять и нарезать кусочками. Так, теперь сюда помидоры и оливки. Их прогреваю минуту-две. Чем больше по площади посудина, тем быстрее все приготовится. И заметьте, я овощи не солю. Присолю только рыбу и креветки. Доводить все блюдо до готовности буду в самом конце приготовления. Потому что здесь в блюде оливки, а они солноватые. Пора добавлять вино. Все, пусть под крышкой томится. Там как раз сейчас создается это самое ароматное паровое облако. У меня времени только-только с зеленью разобраться. Моллюсков надо отобрать. Если створки открыты, попробуйте их слегка сжать пальцами. Мертвый моллюск не отреагирует на ваши действия. Таких надо выбрасывать, конечно. Рыба почти готова. Можно класть оставшиеся ингредиенты. Сейчас минуты 3-4 и все будет готово. С моллюсками все очень просто. Накрыли их крышечкой, потушили немножко. Как только створки раскрылись, еще одну, максимум 2 минуты и они готовы. Но не забываем, что надо еще выправить на соль и добавить зелень. Так. Так, а соль я угадал. Ничего досаливать не надо. Все готово. По-хорошему надо бы это на здоровянном блюде все сервировать. Но у меня такого по рукой, к сожалению, нет. Ну что, надо освежить пупырышки. Ой, как хорошо. Был ветерочек, было вроде как даже и прохладно. Но сейчас ветер стих, очень жарко. Я ведь уже мокрый сижу. Еще от этого самого гриля к жарам больше 100 углей. Так, ну давайте приступим к пробам. А начну я с креветки. Вот с этой замечательной. Вот классно. Она чесночком пахнет, потому что обжарилось чесночное масло. Запах креветки очень сильный, потому что масло ароматизировано вот этими самыми чешуйками креветки. Голову я выбросил. Использовал только вот с хвоста всю эту чешую. Панцирь. Классные вкусные креветки. Солоноватые. С хорошим таким ароматом базилика. Легкая-легкая кислинка. Вот этого вина, вот этого замечательного вина. Легкого, ретнего. Просто супер. Следующий у меня будет вот эта вот венерка. Эти ракушки, венерки вообще-то. Здесь они называются ванголи. Баленько, конечно. Заваливаешься, когда ракушками, выглядит красиво, есть неудобно. Приходится ковыряться руками в тарелке, руки пачкать. Ну, для этого в ресторанах подают ложки с водой и салфетки еще. Вкусные, классные моллюски. Они не обязательно здесь, но они добавят своего такого интересного аромата. Так, перед рыбой я еще обязательно съем брокколи. Вот это вот. Надо ее в соусе тоже макнуть замечательно. Брокколи слегка-слегка припущенные. Мне они нравятся, когда они слегка-слегка хрумтят. Хрум-хрум, как морковка, так они тоже. Если их слишком долго готовить, они мягкие становятся, расползаются. Вот это не то. А вот такие вот, слегка-слегка припущенные, мне очень нравятся. Ммм, класс. Овощи гораздо лучше впитывают в себя весь этот аромат. Классно этого соуса. Ну и теперь рыбки. Вот это вот. Смотрите, какая нежнятина она. Ну, супер просто. Очень нежная, практически паровая рыба. Очень-очень тонкий аромат. Все прекрасно. Обязательно, конечно, нужны и перец. И найти здесь мой перец сладкий, подпеченный. И помидорки черри. Они сами по себе достаточно яркие, сладкие, вкусные. А когда они еще и так вот обжариваются, влага уходит, вкус их концентрируется. Слушайте, это прекрасно. И базилик обязательно. Без базилика просто даже не думайте готовить. Он настолько делает ярким этот вкус, настолько потрясающим. Оливки, конечно, какие найдете. Я ведь разных набрал. Таких солоноватых. Можно и зеленые использовать. Можно без косточек. Обалденное такое яркое средиземноморское блюдо. Собирается из любых продуктов, какие на вас глаз положат у вас на рынке. Так что готовьте. Это супер. А я дальше буду наслаждаться этим классным летним деньком. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok